Смотрите, нет, мы, когда мы переносим ответственность на того, кто делает, например, я не ощущаю, да, и я думаю, это у него слабое боли, на самом деле нет, ответственность всегда, где бы мы в жизни не находились, да, делится 50 на 50. Вы приходите к врачу 50 на 50, вы приходите в детский сад 50 на 50, в школу, то же самое, в магазин, когда у вас вот такой жизненный подход, да, то тогда вы понимаете, что есть ваша реальность, есть реальность того человека, и вы точно так же участвуете в процессе, точно так же, как он. И тогда у вас есть возможность иметь позитивное решение вопроса, да, да, какие-то вещи усилить. Поэтому, когда вы сидите и вдруг нету чувствительности, то в данном случае не обвиняйте на то, что, например, у человека слабое боли. Нет, оно не важно, даже если оно у него слабое или нету, то вашей программы ума достаточно для того, чтобы родить ваши ощущения, раз, это значит, она может в данный момент блокировать этот процесс. Значит, с ней надо справиться, потому что чем глубже вы погружаетесь в себя, тем менее работоспособны, оказывая программу ума. И это, на самом деле, бич очень многих духовных практик, когда и один из моментов, как сектуются люди, да, из классовых техник, когда человека притормаживают, и дальше программа ума не способна критически воспринимать ситуацию у человека. И в это время человеку система внушений, а у человека повышенная внушаемость, чем больше вы тормозите, тем больше у вас внушаемость, да. И дальше системы внушений выстроенных у человека можно вообще его переформатировать как диск, и он будет послушным рабом. Например, я почему вот и начала вести вот эту программу, да, мне раз в год надо, да, я тоже знаю, с одной стороны, с другой стороны. Понимаете, так или иначе, люди, которые занимаются экстрасенсорикой, сталкиваются с тем, что они попадают на занятия, где собираются, например, 20, 30, 100 человек. Когда, ну, количество людей до 500, это одна тема. Когда уже в тысячах количество измеряется, это другая тема. И, например, у экстрасенсов очень много модно писать. Прошла там медитация вместе с Далай-Ламой, или съездила там на Кармапе 17, или еще куда. Ну, круто. Я тоже в своей жизни очень много поездила. Понимаете, надо уметь, иметь систему представлений, вот как это работает, достаточно гармоничную внутреннюю систему, как это все устроено, для того, чтобы видеть, когда и что с вами будут делать, если вы будете под опытным кроликом. И вот, например, когда вы попадаете, например, где тусовка 3,5 тысячи человек, вдруг вы видите, что количество туалетов на 3,5 тысячи штук людей, 10, да, и столько же умывальников, да, и есть только холодная вода. Как вы думаете, как это будет влиять на массовое сознание, ведь так же создався сразу энергетическая структура эгрегор, да, и эгрегор всегда ориентирован на самого слабого игрока, который есть, да, сознание всегда ориентируется в толпе на сознание самого слабого игрока. И получается, вот вы приехали туда, и вот эта структура, и у человека вдруг начинают просыпаться животные инстинкты. Люди жили в концентрационных лагерях, выживали, им было хорошо под кроватью, да, воля у человека тут же рубится, потому что его там 9 часов в день протранцовывают на ретрите, и в это же время он попадает в животные условия, где он не может естественным образом, привычным образом удовлетворить свои физиологические потребности. У нас они есть у каждого, да, плюс начинаются вопросы, смотрите, мало того, что там туалеты душевые, то, что надо, есть еще питание, определенные моменты по питанию, есть, когда тебе промываются мозги насчет вегетарианства, там, и так далее, то система ценностей это вклинивается, говорит только так, и никак иначе. И вообще очень много вещей, которые ходят, и человек через, там, 5 дней выезжает оттуда в полной переформации, у него в жизни есть только буддин, либо если он попал к мусульманам, у них только Аллах Акбар, да, и в данном случае надо смотреть, каким образом велась работа с человеком, потому что, думаете, православие, оно так не ведется, оно везде ведется по одним и тем же принципам и канонам. То есть у нас есть визуальный канал, его надо перекрыть. Каким образом перекрывается визуальный канал, да, в лес, свечи, мерцание и так далее, яркие какие-то вещи. Либо если вы оказываетесь в непривычной обстановке, ваши глаза видят шатер, и в шатре столпа 3,5 тысячи человек, и там в золоте сидит карман 18, да, супер. По визуалу ударило, да. Следующий, удиальный канал. Как перекрывается удиальный канал? Песни. Как вы заходите в церковь? Веснопение, поехали по ушам. Музыка плюс, а на ретритах очень много говорят. И говорят так, ну-ну-ну, ничего не понятно, что он там говорит, микрофон плохой, но он что-то говорит. Пытается человек разобрать. Да, а в церкви что у нас, старославянский язык? Тоже не понятно. А скажите, у нас же подсознание, понимаете, что если оно смирновские шумы нормально различает, да, когда у нас звуковую дорожку наложит, что оно в церкви не различает, что там старославянском говорится? Различает. Вы сознание не различаете, а подсознание заливается уже сразу. Синститический канал. Когда вы сказали здесь в толпе, обязательно будут толкания, неловкости и так далее. Эти вот запахи. Ладана. Обонятельные. Обонятельные, да. Запахи. Запах ладана – это излюбленный. Разные у экстрасенсов, когда вы приходите, свечки поджигают для того, чтобы настроить, помещение на нужный лад. Это все элементы протранцовки. Это базовые моменты протранцовки. Вкус не у всех есть. Например, в православии не принято по вкусу пить. Хотя вино во время причастия здесь тоже есть. Это тоже по нашему вкусу. А, например, если вы зайдете к этим вот Хари-Кришна Хари-Рама, то у вас обязательно на входе гостя вкусностями разными. То есть, вот смотрите, идет перекрывание абсолютно по всем каналам восприятия. И надо понимать, что вот это вот все, вот это вот все обеспечивает вам торможение. И вестибулярные еще будут покачивания. Да, это когда вы в такт качаетесь. А, например, у Хари-Кришна Хари-Рама, у них еще музыка интересная выстраивается. Они дают зацикленную музыку, используя усиление звука, и потом резкий обвал. И вот когда они всех обвалили, в это время входит Махараджа, и начинает... В это время человек такая внушаемая, что потомники Гайи помнят, что там было, но он это будет выполнять. И вот в данном случае это классический вариант репноза. Когда самой церковной деятель спорили, что у них нет репноза, мы все-таки пришли к мнению, что тут я заслужил. Дело в том, что это классическая схема, когда вы видите массовых техник для того, чтобы человека взять под контроль. Я люблю, собственно, сделать рабом, потому что человек в данном случае уже не свободен, потому что сознание его подавляется. Так или иначе. И идут внушения, те внушения, которые выгодны тому, кто в данном случае будет хотеть управлять этим человеком. Схема везде, везде будет одинаковая. Другой момент, что, например, у буддистов любят они по кинестетике бить. Ну, вот по физиологии врубили и так далее, и нормально. А эти вот православные, они больше, конечно, здесь сидят. То есть каждый набирается в...